Деньги в Бакдольдсе тоже можно увидеть как-то, я не знаю. Деньги в Бакдольдсе действительно можно увидеть, когда он построится. Я так понимаю, это будет действительно доказательство. То есть можно посмотреть и сказать, о, точно, 7,5 миллионов. Нет, 7,5 миллионов мы любую так сумму можем долго и нудно спорить. По любой сумме. 2 миллиона, но я не знаю, я не увидел. Скажи, пожалуйста, гарантирует ли в твоем пресс-релизе компания Макдональдс, что она будет нанимать, скажем, луганских строителей, а не пригонят по контракту каких-то... Я начинал с этого, я слабо начинал с этого. Мы говорим о том, что мы живем в государстве. В одном государстве мы живем. Поэтому все деньги, которые здесь будут крутиться, то ли они в Киеве будут крутиться, то ли они в Луганске будут крутиться, но они будут крутиться и выплачиваться зарплаты нашим украинским врачам, милиционерам и всем остальным. Где ты можешь спокойно позвонить в 03 и приедет к тебе врач, которому заплатил, зарплату заплатил Макдональдс. То есть ты мне можешь гарантировать... Ну, не гарантировать, а уверен ли ты, что здесь не приведет какой-нибудь дядюшка Сэм, Сэм Браун, Джои Джеймс... Проблема в чем? В чем проблема? В том, что фактически строить будут, за исключением каких-то самых низших десяти человек, таскающих кирпичей, в общем, будут американцы все это делать. И более того, ну, попробуй не согласись со мной, что американцы, как никакая другая нация, лоббируют всегда свои интересы, заключая контракты, выделяя кредит на что-то, они сразу подписывают, выделяют, одолживающего на то, чтобы заключать контракты с их компаниями, на то, что они хотят. С точки зрения государства Америка, они правильно делают? Да, но я против того, чтобы они делали это с моей страной, и в моем роде. Но его можно сделать? Можно. Как? Сколько у нас в Луганске существует заведений, работающих в ресторанном бизнесе? Дай бог памяти, по-моему, около трех сотен, 220 с чем-то, только в Луганске. То имеется в виду кофе или точки быстрого питания? Нет, не точки быстрого питания, а имеется в виду... Цель, рестораны, любые... Там, где сотрудники должны иметь санитарную книжку, где они имеют дело с продуктами, которые они продают людям. Ну, туда, если еще смело включить летние площадки, то там за полтысячи смело можно включать. А на летние площадки... Они уже точно построены нашими людьми здесь. Ты считаешь, что те площадки, которые стоят в скверах, возле памятника Ленина, скандальная площадка, ты считаешь, что это построены? Ну, американцев там точно нет. Ну, про площадки заговорил ведущий. Я трогал заведение... Пусть строят американцы. Ты же, например, скажи, здесь какие-то ребята присутствуют из IT-технологии. Наши сервозданчане и Меридиан, например, наш Луганский, они создают программы, которые покупают американцы и сюда деньги вкладывают, да? Покупая наши игрушки, хорошие компьютерные игры. Соответственно, деньги сюда приходят. Проблема в чем? Ну, давайте так. Вы, наверное, немножко отклонились все-таки от темы, ушли немножко в сторону, потому что именно начали обсуждать Макдональдс кто и как. Давайте так, я попробую задать вам такой конкретный вопрос. Вот у нас тема Макдональдса, действительно, ну, порядка 10 лет точно муссируется. Будут, будут, будут строить. Значит, все знают условия постройки Макдональдса в том или ином городе, да? То есть это оживленная, в первую очередь, какая-то улица, латовая и так далее. Желательно, чтобы рядом было очень много заведений, скажем так. Ну, либо там это площадка, либо это какие-то учебные заведения. Вот, разумеется, там должна быть большой подъезд. И вот, на самом деле, официальная, как сказать, цифра компании Макдональдс это полторы тысячи, две тысячи с половиной тысячи квадратных метров. Ну, здесь 400 на самом деле, ну, видимо, да, из-за города по размерам. Но вопрос, который я хочу задать. Почему, действительно, 10 лет муссируется тема, и Макдональдс начинает строиться только сейчас, и страсти разгораются только сейчас? Это что, либо бизнесмены не хотели, не могли, хотя я не сомневаюсь, что в период и приватизации, и перехода, так сказать, ну, к тому, что мы имеем, что деньги, собственно, крутились, строились действительно очень много вещей. Макдональдса не было. Либо это нежелание компании Макдональдс, либо это какой-то третий интерес. И, то есть, это первый вопрос хочу задать. И вдоконку сразу же, то есть, ситуация с постройкой, либо не постройкой Макдональдса, это ситуация, почему такой же этаж? Это сталкивание местных каких-то олигархических, либо приближенных кланов, либо это действительно желание людей, вот чистое желание людей, которые хотят подстоять свою, так сказать, зеленую территорию. Прошу вас, Стас. Я? Ну и вам понятно. Да, Стас. Почему тема поднимается сейчас? Я понимаю. 10 лет не было у Макдональдса в Луганске, и вижу здесь две причины. Бизнес-причина, действительно, может быть, Макдональдс просчитывал, я думаю, менеджмент Макдональдса высоко квалифицированный, ну, там, наверное, не держат других людей. Действительно, что-то просчитывали, и понимали, что пока рано еще выходить на этот рынок. Что изменилось в Лунисомпееве? Ну, что изменилось, я не могу сказать, я не видел ни отчетов, ни исследований маркетинговых каких-то Макдональдса, поэтому можно только предполагать. Я привел пример, какие у них условия официальные. Квадратура, место, и так далее, и так далее. Франшиза сколько стоит, и все. Ну, может быть, действительно увидели, что будет тесно. Если мы говорим просто о бизнесе, будет тесно, потому что есть, сколько, 300 точек, там, 400-500 точек торгового быстрого питания. Может быть, действительно... Высокирование меньше, это уже меньше. Это имелось в виду, а вообще... Да, может быть, действительно, если с точки зрения бизнеса они увидели, что, да, будет тесно, надо выходить. Хотя, конечно, мне, например, сложно понимать о том, что у Макдональдса, наверное, в любом случае не будет тесно. Он хоть еще через пятницу вышел, и вокруг были куча киосков. Я думаю, все равно полный аншлаг у Макдональдса. А вторая причина, действительно... Ну, эти вопросы, я не знаю, стоит ли их поднимать в разрезе, в нашей дискуссии, ну, они всегда на слуху, проблемы с землей. То есть получить землю в Луганске, ну, наверное, сложно. Говорят, что сложно. Я не получал, не знаю, но говорят, что сложно. То есть земля сейчас, хорошая земля, где можно делать бизнес, на которой можно делать бизнес, ну, она чья. Причем выделена на 49 лет, на 49 лет выделяется, и куда-нибудь нет, и Макдональдс пришел, и говорит, вот я хочу здесь, нельзя, занят. Но если все так замечательно, все так зашибись, торговая марка и все такое, то вот, я думаю, Макдональдсу, если, скажем, ставить на отмечешь весов Макдональдса и, скажем, ЧП или ОАО, Иванов, Петров, Сидоров, я думаю, Макдональдс бы пересилил. То есть если бы он пришел. Если бы он пришел, но его не было. То есть они может быть действительно какой-то, ну, мы допустим, момент, где они действительно немножко где-то просчитались. То есть они пришли в тот момент, когда земля была действительно занята. И дальше уже эти весы, Макдональдс или ЧП Иванов, ЧП Иванов выигрывает, ну, что земля уже его. Ну, в кавычках его, я так понимаю, земля там выделяется в аренду, да, мы договоримся. Ясно, Дир. Зашла как раз, наконец, ко второй части тема, без именной фамилии и даже намеков. Стас, скажи, пожалуйста, еще раз цифру площадь, которую он зданием планирует... 400 квадратных метров. Согласно... Долготажное здание. Вот, 124-й вопрос, повестки дня, 18-й сессии Гурсовета. Он был также отклонен до следующих голосований. Площадь в два раза больше, чем ты назвал, под строительство и размещение стоянки для временного пребывания автотранспорта и благоустройства территории арендная плата. Как же называется. То есть, здание будет занимать только 30% от территории. А почему вопрос, который висел в воздухе и в умах так долго, вдруг всплыл? Очень просто. Просто перед жителями дома, рядом с которым собирался строить Макдональдс, стала необходимость защиты своих деревьев под своими окнами и видой своих окон. Потому что там живут люди, в оборонной 2А, люди, которые сами сажали эти деревья 20-30 лет назад. Сейчас, согласно проекту, официально некоторые из них будут пересажены. Честно, не верю. После того, согласно официального проекта, они не будут вырублены, они будут пересажены. Согласно официального заявления Макдональдс Украина, на данном участке на данном участке будет пересажено 10 деревьев и после окончания строительства компания высадит 50 новых деревьев ценных пород и украсит территорию возле ресторана какими-то там насаждениями.